Древний и самобытный город со своими богатыми и выразительными культурными и художественными традициями – Кокан. В эти дни здесь развернулась фотовыставка с говорящим названием «Контрасты ушедших эпох. Ферганская долина в избранных фотографиях». Организаторы – галерея «Бонумфактум» при поддержке Швейцарского бюро по сотрудничеству посольства Швейцарии в Узбекистане и компания «Вандернет Экспресс» неспроста выбрали локацию для экспозиции. Это резиденция Коканских ханов, Коканский краеведческий музей. Я очень благодарна. Я являюсь директором галереи «Бонумфактум». Эту выставку мы дарим в дар музею и надеемся, что вы примете эту экспозицию. Надо сказать, что фотоснимках, посвященных Ферганской долине, множество. Для этой выставки в основу отбора был положен принцип контраста – контрастного сопоставления. Он позволяет отразить переломные моменты, а по сути целые эпохи в истории региона. Запечатленный период охватывает около 70 лет – с начала 1870-х годов и до конца 1930-х. По меркам истории это мгновение, но в нем уместились эпохальные события, связанные с радикальными переменами в образе жизни и мироощущении людей. Продолжение следует... Каждый снимок – это отпечаток того времени. Это своя история, которую повествует автор работы, унося в свой мир сквозь пространство и время. И сегодня этот мир такой разнообразный, такой многогранный, такой далекий, но благодаря экспозиции такой близкий представлен здесь. Здесь и улыбчивость юного поколения, и массовый энтузиазм на строительстве Большого Ферганского канала, оптимизм, творчество и буйство танца Тамары Ханум, мудрость и радость труда и многое другое. Вся многоликая жизнь народа, наполненная созидательной деятельностью, дополняется столь естественными в этом контексте типичными архитектурными и природными ландшафтами Ферганской долины. Такой теплый, такой душевный. Фотографии, составившие в своей основе коллекцию галереи бонум фактум, принадлежат самым разным авторам. Некоторые из них остались неизвестными, но есть и известные, и даже знаменитые. Макс Пенсен, Кильдюшов, Кузьменко, Дубинский, Доренский. Биографии и творческое наследие, каждого из них, это тоже неотъемлемая часть нашего общего культурного наследия. Стоит отметить, что выставка будет передана в дар Коканскому краеведческому музею. КОНЕЦ